Одна ничего не видит, другая очень дружелюбная. Обе дружат и должны быть вместе. Собачки Лиза и Чепа попали в приют летом. Из квартиры заводчицы, где десятки собак содержались в антисанитарных условиях и без конца размножались. Всех братьев и сестер, по несчастью, уже разобрали. А вот Чепа и Лиза еще ждут хозяев. Евгения Копылова расскажет подробнее. В конце июня полиция получила вызов в Пардаугову. В подъезде распространялся неприятный запах, но в квартире было тихо. Однако, когда приехали спасатели, которые попытались попасть в квартиру через балкон, в квартире оказалось 62 собаки – тойтерьеры, йоркширские терьеры и шпицы. Четырех собак из-за состояния их здоровья оставили хозяйки. Остальные 58 отправились в приют Улубелла. Было начато административное дело за жестокое обращение с животными. В итоге – изъятие животных и штраф в 350 евро. Максимальный. После этого собак, наконец, можно было начать пристраивать. Первые из них отправились в новый дом в начале октября. Еще несколько уже зарезервированы и ждут своих хозяев в приюте. Но две подружки все еще ждут своего человека. Это Лиза и Чепа. И Лиза требует особого внимания. У нее, например, 7-8 лет. Единственная проблема в том, что она почти вообще не видит. Но это еще не все. Как и у многих животных, которые долгие годы провели в заперти, бесконечно рожая, у Лизы могут быть проблемы с социализацией. Поэтому ей нужен по-настоящему терпеливый и добрый человек. На нее надо будет больше обращать, не менее. С ней надо будет работать, чтобы она быстрее привыкла к человеку и начинала доверять. Пока что Лиза вздрагивает от прикосновений и прячется от съемочной группы. А вот Чепа – ее противоположность. Ей около двух лет. Бежит к человеку и заражает свою подругу позитивом. И рядом с Чепой Лиза чувствует себя лучше, увереннее. Мы хотим ее отдать вместе с другой маленькой собачкой, которая тоже оттуда живет в данный момент вместе. Они очень привыкли друг к другу. И Лиза чувствует себя намного лучше, когда рядом другая собачка. Так что работники приюта ждут тех, кто готов познакомиться с двумя подругами. Пока что серьезных претендентов не было. Были люди, которые, конечно, смотрели на Лизу и хотели познакомиться. Но так как она была совсем пугливая, она особо не шла на контакт. Так и никто особенно ее не хотел. Но отмечу, что собак не отдадут бесплатно. Содержание всех изъятых собак приюту обошлось недешево. Да и других животных, которых тоже нужно содержать, в приюте хватает. Евгения Копылова, Олаф Спаршевец, Латвийское телевидение.